Легендарное синтетическое масло Матюль 800. Каждому свой Матюль. Какой продукт Матюль идеально подойдет именно вашей машине, узнайте на сайте matul.ru Дорогие друзья, сегодня мы показываем вам прекрасного мужчину. Ванфаст, в профиль, запомните его. Этот человек отказался играть в свадьбу за 800 тысяч рублей. Отказался покупать Volkswagen Golf 7 поколения. Отказался просто купить котлы нормальные на руку, правильно? За 800. За 800 тысяч. А купил финика. Короче, вы просили, 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 и мы наконец добрались до этого автомобиля. Вы получались до наших кордец, и мы представляем вам счастливого владельца. Брат, представь себе имя отчество. Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич, Геннадьевич, сколько тебе лет? 25, поле память не изменяет. 25? Что-то ты как-то выглядишь плохо. А он болеет, он прослежит. Хорошо, хорошо. Без пяти минут, кстати говоря, женатый человек, правильно? Да. Девушки, сколько твоей? 22. Не уверена? Если не угадал. От Рождества Христова, если считать. Сколько в твоих руках, ногах и в тебе эта машина? Сколько? Я ее в апреле купил. Этого года? В начале, да. А она сама? Седьмого года, там, какого-то неизвестного месяца. За 820 тысяч рублей. А машина изначально первый раз была продана в России? Да. То есть она старше? Европеец, да. Не американец? Сколько владельцев по ПТСке у нее было? Я пробивал по базе ГИБДшников, я четвертый. Четвертый? Да. То есть кто-то еще катался, кроме ГИБДШ? Первый был в... Жив? Не знаю, насчет жив. Первый был в Юрлицок, где-то там, в регионах. А потом машину в Москву переехал. И все. А ты непосредственно что за человек на нем катался? Кого купил? У стоматолога. Да? Женщина? Нет, мужчина. Стоматологи. Смотрите, как живут стоматологи в Москве. Давай обсмотрим машину, а ты нам пока расскажи. Ведь за 820 набор очень богатый. Судя по нашим выпускам рубрики бывшего употребления, можно купить черти что. Но у нас не просто кепка, у нас 45-я кепка, правильно? Да. А зачем ты шильдик это брал? Как шильдик? Почему так? 45. Визит? Есть, конечно. Ты просто не увидел, не увидел. Очки не те взял. В8 у нас здесь, правильно? 320 лошадиных сил. 328. 328 даже. Ничего себе. И самая главная беда всех владельцев, значит, фиников, ну вот в этом кузове FX, это колеса, да? Очень дорогие колеса, говорят. Я не знаю. Он еще не попал на колеса. Почему дорогие? Если покупать самые расфуфыренные брендовые, конечно, там будет по 11-15 тысяч за баллон. Так. А если покупать... А если с дисками? В смысле? Просто здесь у тебя 20-е же, правильно? Да, это 20-е, это оригинальные и крашеные. Вот. Оригинальные и крашеные. Ну вот сколько стоит этот диск? Диск такой оригинальный. В общем, на круг где-то сотня должна получиться, если диски и диски. Если покупать реплику, а многие покупают реплику, 6-7 тысяч за диск. А, 6-7 тысяч за диск. Зачем переплачивать, если можно купить? Если покупать что-нибудь там кованое, то можно 100 тысяч за одну штуку брать. Хорошо, ну идемте. Хорошо, брат. Это покупка была случайной или ты вот спал и это самое, и рука твоя свидетельствовала о том, что ты хочешь именно финика? Ну я, на самом деле, годов так с 6-х. Присматривался? Да, присматривался. То есть мечтал всю свою сознательную жизнь, да? Тебе было 18 лет, и ты уже мечтал. Мне в 6-м году 18 было. Да, да, точно. 18 лет. И ты мечтал об этой машине, да, брат? Да, она очень харизматичная такая, выразительная. До этого ты на чем ездил? До этого была, ну самая первая была пятера, потом был Cadillac SRX 4.6. Нормально, нормальный аппарат такой. Который грабешник, катафалк. А потом был Hyundai ix35. А ix35? Как ты, как ты, как ты после Cadillac, так, да? И наконец возвращение, да, Иваныч? Возвращение домой. Значит, музыку стоматолог ставит? Значит, ребят. Фокаль, емано. Так, скажи, это что у нас тут такое? Это слакокрасочная. Это мне в этом приехала баба? Тетя. Тетя. На чем баба приехала? На гольфе девятом. Вот как раз, да. Поэтому не взял гольфте. Короче, что в пакетах, брат? Это нам подарки? Да, конечно. Давай посмотрим. Смотрите, если интересно. Посмотрим. Не, это неинтересно. Значит, тряпки, не тряпки. Короче, багажник не самый большой, наверное. Да, будет в классе за счет вот этого. Совсем небольшой. Да, совсем небольшой. Но здесь еще вот у нас музыка просто есть, да, дополнительно. Совсем небольшой. Да, а запаска полноценная есть? Нет, докатка. Докаточка, правильно? Но не открывается, потому что музыка, правильно? Нет, можно открыть. Можно открыть, но зачем? Так, брат, значит, что сказать-то? Пробег какой? Во, пробег. Пробег, ну, по одометру покупал был 86 тысяч. Ну, в реальности, я думаю, что где-то 110-120. Как ты так понял? Ну, чуть подскорутили. Ну, я вообще, как бы, полупрофессионально занимаюсь выбором автомобилей, поэтому... Полупрофессионально? Полупрофессионально? А кем ты работаешь в целом? Инженер-программист. Ага, инженер-программист. Ну, думаю, переводить. То есть, долго готовил. Оптика оригинальная? Все оригинальное. Все оригинальное. Серый, давай назад. Нет, сначала вперед. Нет, ну, давай сначала. Наводи, как он сидит. Да, а то он... Я сижу, кстати, довольно придвинутый. Довольно придвинутый. Ну, и сразу же, опять же... О! 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 Как удобно! Немножко, правда, спинку подвинем. Руль, смотрите. Руль... Как бы вот... Потом поймете, почему? Нет, позолочение произошло. Смотрите, да, вот, Сидь, поиграй вот так вот. Он как бы золотится весь. Золотится? Золотится. Тяжелый. Так, и смотри. И трещинами пошла кожа на сиденье. Нет, а здесь вообще вот эта болезнь всех этих сидений, да, в финике. Потому что очень такая выраженная... Американская. Нет, выраженная боковая поддержка. И вот смотри, видишь, вот эта кожа, она в заломах. Плюс все жалуются, что само качество кожи, да, там, типа... На финиках, короче, кожа не та кожа. Ну-ка, теперь сядь за мной. Так, задняя дверь. Я бы не сказал, что двери легковесные в этом финике. У нас же был новый, да, на тресте. Вот. Нет, места более чем достаточно, парни. Более чем достаточно. Ну, вот, может быть, за счет того, что само сиденье, сама спинка низкая, да, может, не очень комфортно. То есть, вот, ну, чуть пониже ноги, они прямо вот в этой нише будут. А как сделать ноги чуть пониже? Спилить их ноги? Можно, да, может быть. Пятки, например, с ноги. Брат, а твоя девушка высокая? Метр семьдесят четыре, метр семьдесят шесть. На Владине. Ты с родителями живешь? Нет, отдельно живем. Сам москвич. Снимаешь в Москве? Москвичи снимаю в Москве. Позор. Что творится? Куда смотрит власть? Значит, скажи, пожалуйста, а где снимаешь, в каком районе? В Зеленограде. И по чем примерно? Двадцать пять за ночь. Ааа. За ночь. Ну что, четыре с половиной литра, V8, давай. Какие проблемы по двигателю? Ой, же, в автомобиле. Изучаю уже это. Болячки. Болячик у него как таковых никаких нет. Ну это же атмосферный простой мотор. Обычный атмосферный. Единственное, значит, этот ботинок продается с моторами 3.5, 4.5. Разница между 3.5 и 4.5 вот на данный момент. Практически нет. Нет, я имею в виду в надежности. А, в надежности. В надежности вам единственное, потратиться, придется где-то около пяти тысяч. Вот если вы покупаете конкретно 45-й, то нужно будет вскрыть вот эту вот крышку и посмотреть на наличие болтов в заслонках впускного коллектора. А как они там появляются? Они там изначально есть, но они могут выпадать. Отличный вопрос. А как они там появляются? Это на конвейере происходит. Кто его знает? Может, их куда кто-то забросил? Он же о проблеме говорит, правильно? Дело в том, что однажды Рустама открыли двигатель его автомобиля и обнаружили болты внутри цилиндров. И он не мог понять, как они там появились. А с точки зрения динамики, у тебя была возможность на 35-м показаться? Разница в динамике серьезная. А, серьезная? Ну, разница, да, есть. А вот разница в расходе. Топливо. В расходе 2 литра максимум. Хорошо. А в цене 35-й и 45-й на рынке приблизительно? 45-й дешевле даже стоит. Что, дешевле? Ну, я думаю, что где-то в 50-100 тысяч. Ну, в 50 чаще всего. А почему? По какой причине? Потому что люди начитались, люди, которые покупают... Советских газет. Да, советских газет, где говорят, что это проблемный двигатель. Ага. Я не знаю, почему месяц он проблемный двигатель. Есть вопрос. Потому что нам вот новый финик показался очень жестким. Крайне жесткой машиной. Жесткий, конечно, безусловно, жесткий. Но подвеска здесь абсолютно неубиваемая. Ну, можно поставить нормальные, там, 15-й диски с нормальной джиповской резиной. Брат, а что за дырка? А это наследство досталось. Я не знаю. Это крысы, брат. Давай поищем там крысу. Может кто-то прогрыз, действительно. Кто-то был очень голоден. Да, да, да. Так. Ну и расход тогда у тебя сколько он получается в городе? Пятнашка? Нет, пятнашка это если... Это если не есть крыль. Это если много по трассам ездить. Да, если не есть стоять. Это машина, я не знаю, для каких нужно целей покупать, чтобы экономить на налоги потом. И на расходе. Бессмысленно. Бессмысленно. Расход 20-25, если... Ну, просто нормально, чуть быстрее потока в городе и много светофоров. Скажи, пожалуйста, оптика у огромной армии, значит, владельцев Ниссанов и Infinity претензия к слепой оптике? Вообще у японцев очень плохой свет. Ну, это в частности у фиников. Ты что скажешь? Не знаю, нормальная, отличная оптика. У тебя все нормально, со зрением? Со зрением я не просто все нормально, я очки, конечно, нашел. Нет, наоборот, плюс 10, плюс 10. Так, что касается клиренса и каких-то внедорожных характеристик, у тебя... Двадцатка клиренс есть. А была возможность залезть куда-то? Да, я в Бугаградской области лазил по буеракам. Ну? Ну, ничего, нормально. Расход 30. Расход, кстати, был такой же, как... Так, ну что, давайте познакомимся с интерьером, да, с внутрь. Минуточку, товарищи. Автор, так сказать, вернее, владелец автомобилев, так сказать, намекнул нам, что с машиной, на самом деле, он провел кое-какие манипуляции сродни махинации. Брат, расскажи, что ты сделал? После покупки поставил, заменил, значит, стандартный выхлоп на стилен катбэк, то есть меняется банка и после глушителя банки вся трасса... По чем удовольствие? Удовольствие новое, стоило 50 плюс установка. И столько же установок, да? Да, я покупал с ЕБ. То есть за сотку? Нет, установка не столько же, установка... То есть это из Америки, да, пришло? Да. Сколько времени ты по почте ждал? По почте России? Полтора месяца. Пришли, да, эти штуки? Ди-ичелла. А сколько они весят, вот эти вот агрегаты? Весили где-то килограмм, 5-6, наверное. 5-6, понятно. И сам все это сделал? Ну, трубы, банка одна где-то десятка. Иди, заведи, мы послушаем. Давай, Сеня, послушаем. Итак, фирменный звук из Америки. Фирменный звук с ЕБ. Ну-ка, газни! Газани! По спортивному звучит-то на самом деле, да? Сейчас осталось выяснить, зачем он это сделал. Пойдем. Брат, выходи. Погоди, ну посиди, посиди. Зачем ты это сделал? То есть, какие претензии к штатному звуку? Штатный звук, он невыразительный абсолютно. Тут V8 и, соответственно, ничего. Хотелось бы, чтобы все понимали, что у тебя V8. Хотелось бы самому, в первую очередь, понимать, что у меня V8. Скажи, пожалуйста, а Пол как-то разбирался что-то с шумоизоляцией? Потому что вот в последнее время, смотри, в последнее время, да, делают как? Как некоторые зоны шумоизоляции вынимают, да, и чтобы специально, даже специально эти, как их называют, эти, дембраны ставят, да? Резонаторы. Резонаторы, да. Чтобы в салоне как-то это все звучало тоже интересно, да? Я понял. На самом деле, я немножко по-другому поступил. То есть, мне вообще, в принципе, повседневно громкий выхлоп не нужен. Поэтому я, наоборот, зашумел весь салон. Сколько стоит зашуметь? Ну, на сотню обошлось. И двери? Нормально. Вообще все. Все? Вообще все, да. Погоди, килограмм на 60 она потяжелела? Я думаю, что больше. Шумкой. Да. И потолок делал? Потолок нет. Понятно. Вот. Так, то есть, ты этого не слышишь, выхлоп? Я слышу, но наоборот их. Когда ты просто едешь 2-3 тысячи, его почти не слышно. Ага. Слушайте, с нами стенд работает сегодня. А еще, я знаете, на что бы хотел обратить внимание? Иди сюда, сейчас ты поймешь, что на самом деле с дизайнерами в компании Nissan Infinity достаточные проблемы. Посмотрите, вот этот вырез. Какой вырез? Вот вообще, вот это стекло. Ну, вот это стекло. Ну, вот эта линия. А теперь вспомните, что за автомобиль. Жук? Нет. Ну, ладно, Жук. Не, Nissan Qashqai плюс 2. У них вот прям... Вот, вот прям если... Ребят, вот просто точку выбери. Тема, найди фотографию задницы Nissan Qashqai 2. Может, я ошибаюсь, но вот именно вот этот вырез, он вот как... Ну, понимаешь, да, вот эта линия стекла. Имеет право у себя украсть у самих. Имеет право. Ну, все, по... Давайте. Ну, давай, давай, хвастайся, что тут у тебя есть, прикольно. Короче, американец стопроцентный. Светлая кожа. Действительно, выхлопа вообще не слышно. У меня в зону есть кармашек. Как это? А, да, на резинке. Да. Сеня, покажешь? Это тоже не я придумал. Это что? Это ты меня сделал. Вот, сейчас, только не пугайтесь. Это массажер? Да. Ты сделал? Нет. Слушай, что за хрень? Главное, не вставляет ничего. Не, а че это? Подожди. Это массажер. Вставлен. Массажер, да. Зачем? Я не знаю, это меня сделал. Доктор, у него болели зоны. Нет, вы звук просто... Подождите, тихо, давайте в тишине. Вы слышите гул, который разливается по салону? Да, просто включать массажер и все. И нормально, выхлопнул. А, хит зачем здесь есть? Смотри. Подогрев. Я так понимаю, обдух, но я че-то как-то не понял. Выключи, выключи. К черту. Ну, адский звук. И у меня теперь такое ощущение, что вот звук прекратился, а жук еще трясется. Мне просто интересно. Ребят, напишите в комментариях к этому видео, сколько вот эта опция стоит, если устанавливать ее. Ну, че, значит, проюзанный руль, расскажи нам. Почему? Почему проюзанный? Да, такой натертый. А потому что... Ты не хочешь, а плетку какую-нибудь купить? Нормально. Нет, я планирую... Наверное, зачем мне? Я планирую... Ну, новый руль? Да, и не только новый руль, я хочу перешить салон. Кстати, у них, брат, руль с колонкой продается вместе, вот скажи, то, что у многих, например, Туарега, руль идет с колонкой и с ключом сразу, и вылетает в нереально день. Я не знаю, если честно, мне... Я хочу просто перешить руль, перешить торпедо в Замшу. А, в Замшу? Да, в Замшу такого же цвета. Значит, руль тоже перешить... То есть, эта машина у тебя еще лет на 15 шли? Нет, зачем? Я навсегда. То есть, это последний автомобиль. Думаю, что где-то года два еще минимум проезжу. А, ну вот, фирменная история, да, когда у тебя весь комплекс... Это, по-моему, с примера пошло. Да-да-да, все крутится, брат. Ну что, какая здесь музыка, скажи нам, включать не будем, но по качеству, по уровню. Ну, что-то среднее между хорошим немецким и Hyundai. Да-да-да. Да. Ну, как бы не... Что-то между немцами и Hyundai, если на карту географически смотреть, Россия, АвтоВАЗ, да. Брат, а быстро ли греются эти кресла? Потому что мы заметили, сейчас вот холода настали, да, и нас расстраивают автомобили. Вот, например, у нас будет совсем скоро Range Rover Long Version Vogue, да? Ну, просто Range. У которого кресла греются, ну, блин, по ощущениям, минут 7, наверное, с запуска. Ну, я часы года не засекал, но быстрее, чем салон прогревается. Быстрее, да? Что касается вообще каких-то проблем, что-то скриппинг, инвестрика. А здесь болячка есть у всех ботинков и вообще, в принципе, у всех фиников всех годов. Это люфт водительского сидения. Это что, дочка? Не-не-не-не-не, он не так выражается. У меня, кстати, его нету. На многих машинах из-за отъезжания, подключения сидения... А можно эту фигню выключить, да? Да, конечно, можно выключить, и я обычно выключаю, просто для вас включил. Спасибо. Спасибо. Обычно стирается шестеренка и салазки. А, ну, понятно. И все лозит туда-сюда, да, при торможении. Да, и при торможении, при разгоне начинаешь у тебя дополнительная степень свобода. Отключайте эту фигню. Отключайте. Хотя, какой смысл? Это же следующему владельцу будет. Ну, да, да. У вас-то все нормально. Скажи, DVD-проигрыватель и потолочный монитор, это штатное? Да, это все штатное. Это штатное было в комплектации? Да, 45-го давался, я так понимаю, максимальное. Единственное, что почему-то без навигации. Ну, работает это все? Да, все работает. Мужчина включает диск, свой любимый, Romantic Collection, и начинает. Так, значит, у нас здесь есть подлокотник, но он самый простой, наверное, который только может быть. Ну вот, без особых изысков, места над головой достаточное количество, посадка удобная, но, в принципе, автомобиль же позиционируется и позиционировался именно как спортивный, да, наверное, такой кроссовер. Да, это машина для передних двух пассажиров. Ну и прекрасные зеркала огромные, не помню, как в новой версии. А что, со стойками? Да все замечательно. Видно, но не закрывает. Ну что, прокатимся? Секундочку. Секундочку. А, кстати, брат, коробки, есть какие-то вопросы? Тормозит. Сколько там передач? Передач 5. 5. Не хватает вот на трассе, когда уже засталось? На трассе вообще нет никаких проблем, на самом деле. При разгоне, наоборот, или при разгоне не хватает? Такой литраж там, ну как там, может, чего-то не хватает? Да, что? О, да, неожиданно. Слушай, а хорошая аппарата, а? Потому что, смотри, у нас была основная претензия вот к 37-му, к 37-му, новому. Потому что мы выйдем. Что при всей своей внешней красоте два недостатка. Жесткий и особенной динамики вот на нем я не буду. А здесь момента больше, чем в 37-му. Ну, двигатель будет больше, поэтому это что-то такое, да. А звук-то какой-то хороший? Да, руль тяжеловат, да, вот поэтому ты напрягаешь, да, и стираешь его как раз, да? Не только я, в том числе и предыдущие ладжи. Да нет, просто держатся от страха за руль, думают, господи, господи, только потише, потише, потише. Не, ну, колеса, зимние колеса, не, ну, колеса в любом случае большие. И для того, чтобы говорить о том, что автомобиле может быть комфортным. Тормоза, кстати, еще в минус. А, передние, да, там, ассор. Говорят, что ходят, что-то 10-15 тысяч всего. И диски, и диски начинают, да, там. Глупость, проблема. Давай говорить, что... Тормоза, во-первых, американские, ватные, да, не ватные, чаще всего их, когда покупают эту машину, меняют на тормоза FX-50. Так, так, если мы ее просто избавляют автомобиль от этой проблемы, и просто, на самом деле, если залезть на форум любой, да, где живут владельцы фиников, то тормоза, да, основная там проблема, вот я уже назвал тормоза, оптика, что же еще и дорогие, дорогие диски. Диски, если брать комплект, там, оригинальный. Брат, смущает только одно. Зачем ты хочешь перешить замши? Видишь? Именно замша. Да, больше. Замши, купальники, махровые полотенца. Купи, может быть, замшевые штаны, и все, и... Нет, я не буду идти. Нет, ну, зуб прекрасный. А тормоза, действительно, хотелось бы более чувственными, да, такие? Чувственными, четкими, четкими, наверное. Достаточно быстро приближаемся к лимиту, да, к 80, фактически. И дальше просто крейсерский ход у тебя, да, эти... На трассе на ней еще, на самом деле, приятно ехать. Слушайте, но сзади, несмотря на то, что автомобиль на 20-х, да, колесах у нас, несмотря на то, что, в принципе, вот эта, да, делюга, которую они называют кожей, и вообще этот задний диван, он такой, достаточно спартанский, комфортно. Я не могу сказать, что у нас, во-первых, болтает сзади синий, то есть мы себя комфортно. Я бы сравнил с немцем, с каким-нибудь заряженным. Он там впереди к 6-й ездит, допустим, да, но там, может, чуть задний диван покомфортнее, но в целом вот эти ощущения... А? Точно нет. Почему нет-то? Потому что нет. Там как раз болтает. Не, ну, я и говорю, что можно сравнить, на самом деле, ну, просто обычно, я вспомню, тоже, вот как и Серега 37-й, который был у нас, он был действительно таким деревянным абсолютно. Достаточно мягкая подвеска, комфортная, да? Да. Ну, кстати, по сравнению с тем же Hyundai, моей прошлой машины здесь мягче подвеска. Хотя понятно, откуда спортивность. Значит, какие еще варианты? Вот у него есть эти 800. А на что еще можно обратить внимание на рынке? Ну, если тебе хочется вот в таком типоразмере автомобиль. В таком типоразмере... Ни хрена больше нет, да? Например, X5 и... В предыдущем вообще предыдущем... В Каене, они вообще, ну, как древних худалок, они будут четвертых-третьих годов. Ну, то есть совсем старенькие за эти же деньги. Ну, Каен у нас был, да, он был, был, у нас, помнишь, был в первой серии. Там этот артист был, в Каене. Значит, выходить достаточно... Смотрите, легко... Не, ну, можно даже не спать. Ну, если легко, так выходи. Спасибо. Начал. Так, сидение жестковато. Сзади-то покомфортнее, слушайте, я вам скажу. Здесь как-то так. Так. Там тебя обхватывает. Слушайте, я тут разобрался с тем, готовясь к этому выпуску нашего обзора, что же означает, наконец-таки, шильдик. Слышишь? Infinity. Гарри, япония. Не, брат. Сергей Валерьевич, ваш вариант. Infinity? Да. Бесконечность? Нет. Infinity не так пишется бесконечность. У них по-другому написано. А шильдик сам. Что значит? Да, вот что это такое. А что? Я вот. Это стрелка. Так, еще варианты. На ригинной навигаторе. Еще. Еще? Да, двойка. Короче, мне, ну, это на самом деле сло. Это гора, якограма. Уже эта гора звучала. Значит, это дорога, уходящая за горизонт. Черт. Действительно. Вот так вот, чуваки. Значит, единственный вопрос, который... Я нашел! Брат! Я нашел его! Я нашел его, брат! Кармен! Кармен! Лемах! Кармен! Он слушает в этой автомашине кармен! Теперь вы знаете, что за чувачки катаются в FX. Суд, тапстеп, найтвиш, блэкмор. Ричи Блэкмор еще жив. Ну и, наконец, Чикаго, брат! Ты любишь Чикаго, реально? Они дуэтом поют за этим, что ли? Они дуэтом с Лемахом поют. Погоди, а как может человек, который слушает Чикаго и Блэкмор слушать... Я еще все подряд слушаю. Слушать этого... Вернее, наоборот. Как может человек, который любит Серегу Лемаха, опуститься до этой мерзости, вот это найтвиш, это все, нытье это западное, вытье? Не, я так, по настроению немножко. А? Ведь можно даже не слушать, можно даже просто смотреть на диск и получать удовольствие. Особенно Mixed by DJ Pitkin. Я чувствую, это англичанин. DJ Pitkin. Класс. А музыку твоя жена какая любит? Какую? Будущее. Примерно. Всю ту, которую я люблю на самом деле. Ну, а есть у вас в чем-то нестыковка, какой-то вот спор? Да нет, если был бы спор, я бы, наверное... Не женился, да? Следующим летом, может быть. Все понятно. Ну, сзади, конечно, чувствуешь себя вот этим, знаешь, как, по багажу. Да нет. Багажом чувствует себя багаж. Потому что, ребят, крепите в багажнике однозначно все, потому что вы слышите, да, этот звук. Только мы тройкаемся, что-то летит там в багажнике. Банка с незамерзайкой. Ну, на что я бы обратил внимание, если вы решились на покупку этого автомобиля, да, все-таки, несмотря на то, что это люксовый бренд у Ниссана, сами материалы, сами по себе, они все такие японские. И ждать от японцев, что сколько лет получается машине там в этом... Семь. Семь, да. Что вот эти материалы и через семь лет будут, ну, премиально выглядеть. Не стоит. Ну, вот видите, все очень простенько. А ты кресло будешь перешивать? Сставочка под дерево. Конечно, а весь салон. А сколько это будет стоить, перешить салон? Кресло 30 тысяч. Каждое? Нет. Все четыре кресла. Все четыре кресла. Так, а чего? Руль 5000 вместе с... С КПП. Ручкой КПП. Потом подлокотник еще десятка вместе с тоннелем. Считаете? 25 тысяч торпеда. Замшей. Да. А салон тоже будет замшевый? Нет. Кожаный? Да. А какого цвета? Я вот хочу такого, чтобы у меня весь салон был. Кофе с молоком? Да. Класс. И в итоге сотка опять? Нет, больше. Больше сотки? Да. Сколько ты на ней еще ездить собираешься, брат? Я думаю, что года два или больше. А следующий автомобиль? Слушайте, и на два года ты запариваешься, чтобы перешить? Ну, в общем, запариваешься. Почему не запариваешься? А, ну то есть ты не напрягаешься? Напрягаюсь, но не так, чтобы прям совсем. А если кредит? Нет, господи. А ты же вот лучше бы... Ты представляешь, ты потратишь на эту машину столько, сколько мог бы жить четыре месяца нормально с лялей в хате? Я же полка живу, что ли? Да он нормально живет. Слушай, он хорошо живет. Хорошо. Слишком хорошо живет? Нет, на самом деле не так хорошо, как хотелось бы. Если бы хорошо жил, не думал переконфицироваться. В кого? В продажника. А, так ты теперь не айтишник? Потому что... Нет, я не айтишник, я инженер-программист, но программист такой. Какой? В одно название. Никакой, в общем. Никакой, да. То есть я на самом деле работаю в НИИ, а там, ну так. У меня работает в НИИ, откуда ли? Бабки на перешивку салона. Я же говорю, занимаюсь выбором автомобилей. А, а сколько вот стоит помочь человеку выбрать автомобиль? За выезд 2 тысячи. 2 тысячи за выезд? Да. Ничего себе нормально. Плюс бензин? Нет, бензин ума и ума. А сколько времени на одного человека уходит? Может целый день. Целый день? На 2 тысячи? В смысле на один выезд. Понятно. А на рынке, да, или куда? Нет, по объявлениям, там, по части. Ну а скажи, что за люди пользуются услугами таких спецов, как ты? В основном из двух регионов, которые приезжают в Москву выбрать автомобиль. Ну, на самом деле, ведь Москва генерит большую часть продаж автомобилей, как новых, так и бывших, в употреблении. Поэтому вот эти все продажи, которые есть, они все концентрируются в Москве. И даже из регионов люди приезжают в Москву иногда не только за покупкой, но и за продажей автомобиль. А скажи, Бабки, скажи, это самое. Средняя вот цена автомобиля, который, ну, примерно, понятное дело, покупают люди, приезжающие в Москву издалека? Ну, абсолютно разные. Приезжали люди, покупали курицу за 2 миллиона. Это здоровый видимостер. От какого же года ты за 2? 11-го. Ага. Ну, я работаю в основном по финикам. По финикам? Финики, лексусы. То есть, у меня как бы... Ну, вот, много приходится браковать при выборе машин? Очень много. В чем могут быть косяки? Вот расскажи о тех людях, которые... Кома, косяки большие, это убить. На самом деле, кокла полные. Так. Вот эти моторы, у них есть масложер у 45-х. Так. После сотки или вообще жрут? Нет, они прям за завод жрут. Не, я имею в виду, после 100 км в час начинает поджирать. А это, кстати, абсолютно не зависит. Зависит от оборотов, от количества времени на повышенных оборотов, можно так сказать. Вот. Например, можно приехать к водиле, в смысле, к Продаванову. Так. Попросить его рассказать, там, как у него там масло, надолевает, надолевает. Чаще всего говорят, куда он вообще не ест. Так. Берешь, открываешь капот, и ставишь, чупа там масла на самом низком уровне. А вдруг дольет гад перед продажей? Да, вдруг дольет. Нет, это вот просто на вшивость, как говорится, проверка. Ага. Вот. И из таких маленьких вещей, проверка на вшивость, можно составить картину приблизительную. Так, да, да, да. И уже потом просто, чтобы не тратить ни время дальше на человека, и на диагностику уже в сервисе. Брат, ну поскольку ты парень хоть куда, мы можем тебе помочь. Скажи, как тебя найти, чтобы там люди из регионов пользовались тобой. За две тысячи, да? Это мы за две помогаем. Не, давай так, теперь ты помогаешь за четыре, но ты по-прежнему за две. Да ладно, ребят, короче, на самом деле, пожалуйста, всегда обращайтесь, мы готовы вам помочь. Иссо, где тебя найти можно? Глава почту. Давай, диктуй почту. Давай почту. Значит, А, Буканов. Тима, запикай все, или? Собака, Gmail.com. Хорошо, короче, парни. Буканов? Да. Главный по финикам в Москве, если вы решили, бушен автомобиль взять. Слушайте, ну, что касается эргономики, здесь бессмысленно даже, да, о чем-то говорить. Видите, это все классическое, ниссановское, ниссан, классический, ниссан, классический, инфидит. Может быть, руль тонковат для этого автомобиля. Да нет, нормально. Может быть, ну, в общем, он сам весь, он такой поджары, да, то есть это и не спортивный, и не, там, не знаю, и не премиальный такой кроссовер с повадками, да, такими мельками. Он такой, он такой сбитый, сжатый, для американского рынка, понятное дело, создавался. Но в целом... Но если вы готовы платить за 20 литров, за 25... И налог какой у тебя в год получается на это? 49 тысяч в год! Два месяца мог бы жить с Лёлей на хате. 49 тысяч. Нет, это не Галяция. Я, кстати, говорю, потратил на 100 тысяч, чтобы изоляция хорошая в этом автомобиле. Не, погоди, 100 тысяч на изоляцию? Да, 49. 100 тысяч на глушак? Да, 40. 100 тысяч перешить? 300. В чем экономика? Ты же не продашь его за лям-200. Я его не собираюсь за лям-200 продавать. А за сколько? За лям-300? Нет. Я думаю, что... Одни потери? По-рыночному, ну, а мы же живем в удовольствии или... Брат, брат, мы ищем, чтобы потерь не было, да, Иваныч? Их слишком много. Если относиться с такой идеологией, что я потом не продам за то, что вложил, то... Лучше бы тоже не самый большой, наверное, не самый большой. За 300 тысяч продаж тоже. Брат, видите, хорошо ружица будет тебя любить. Машинка хорошо рулится, да, смотрите, она прям... Только заметил. И я имею в виду, что... Брат, дайте я сойму и покрутить себя фактически на месте. Позвольте, я выйду. А знаете, как в фильме Red выходил этот самый... Короче, наша рекомендация... Давайте так попробуем, я выйду. Сколько поломай на ногу, все или одну? Так, смотрите, что здесь у нас есть-то? Все достаточно. Давайте сегодня без меня. О, смотри, сколько здесь всего. Он большой очень, ящик. Ой, четкий, шалкий, короче, все есть. И самое главное, ребят, ничего не меняется. Вы думали, что-то поменялось? Вот, вот он как был этим ключом Nissan Infiniti, таким он и остался. Каким он был, таким он и остался. Ну все, идем вручать тебе подарки будут. Друзья мои, ну и сегодня какой-то день неслыханной щедрости. Во-первых, товарища Баканова, значит... Буканова, не запомнил с первого раза. Ну, согласный, запомнил. Чего ты сразу так? Смотри, какая у тебя кепка сразу, да, появилась. Оп, ничего еще не произошло в жизни. Мы его, короче, сейчас будем награждать, вы знаете. Всяко-разно. Каждый участник рубрики «Бывшее употребление» в этом сезоне получает фирменные подарки от наших друзей компании «Матюль». Это не только масло, хотя и масла тоже сегодня будет. Естественно, полезный прикол. Энджин Клин. Ты когда-нибудь чистил двигатель? Да. Вот такая штука годится? Это внутри или... Это вот отсюда. Это снаружи или внутри? Это внутри. Так, смотри. Это изелюб, это для любви. Изелюб, это чтобы пропшикать все детали после мойки, например, да, той же самой. Так, это очистка топливной системы, правильно? Топливной системы. Добавь газолин. Это ручка. Ручка дорогая. Ручка. Дорогая, смотри, паркер. Так, это флешка. Флешка на 40 гигов. Ну и вручай самое главное. Ну и самое главное, ребята, сертификат подписанный Лером Арнопьером. Вот о том, что ты можешь до 30 января 2015. Вот сколько у тебя объема масла сменного? Приблизительно. 6 литров. Вот, получишь 6 литров того масла, которое тебе полагается от компании Матюль. Мы тебя поздравляем. Поздравляем. Спасибо. Ребята, хотите стать главными героями наших выпусков бывшего употребления, пишите PR-собака-бетадрайв.ру и стать вот обладателем такого же пакета. Мы тебя сразу залатили практически вообще просто. Значит, скажи, как зовут твою невесту? Екатерина. А давай ты всех наших подписчиков пригласишь на свадьбу свою. Не надо всех пригласить. На виртуальную свадьбу. Я думаю, что все на Карибу не прилетят. А, он на Карибу, кстати, собирается. Нормально. Брат, а по чем слетать на Карибу вообще вот так? Ты вдвоем полетишь? Ну, естественно. А нахер это свидетели, правильно? Действительно. Свидетелей в этом деле быть не должно. Брат, мы тебя поздравляем. Так, подожди, а рекомендация-то про автомобиль? Покупать, не покупать? Кому? Ну, нашим зрителям. Они для чего смотрят этот выпуск? Они что смотрят на то, как к какому-то чуваку уходит пакет, который мог бы быть... Нет, я согласен. И чуваку, который улетит на Карибы? Я уже все сказал. Ребята, если, если не жмут 50 тысяч в год... На налоги? Штрафы. 5 тысяч в месяц. Да, 5. Эффективно. Что значит 5 тысяч в месяц? Ты давай не ври. А ты, нет, брат. 50 тысяч в год разом спрашиваешь. Значит, во-вторых, 25 литров на 100 километров. Сколько у тебя на бензин в неделю уходит? Денег. Ну, у меня пробеги, на самом деле, небольшие. Неделю где-то 2 тысячи. По двору катается. Ну, как, вот ты поехал подыскать человеку финик за 2 тысячи? Все их и угробил на бензин. Что за бизнес? Непонятен. Короче. Короче, с этого дня твой тариф трешка. 500 нам. Да, почему 500? А еще 500 куда? А 500 на бензин. А, 500 на бензин. Все, крышевать будем. Все, все, давай, мужчина, удачи. Так мы не сказали, брать машину или нет. Ты доволен ей? Я более чем-то. Погоди, вот ты о ней мечтал 7 лет. Ты сейчас счастлив? Да. О чем ты сейчас теперь мечтаешь? А, какого-нибудь дивана типа Infiniti M37X. Что за... А, ну седанчик. Теперь о седанчике. Да, ну это... Короче, ребята, его задолбала эта тачка за все. А что с лакокраской? Скажи мне. То есть она оригинальнее чуть-чуть. А, лакокраска оригинальная. Нет, она вообще как бы лакокрасочная, отличная. Вообще не гниет. Видимо, здесь вот дефект просто есть. И самое главное, отжаль, уехал, здесь стоял уже FX в новом кузове, да, в обновленном, во втором, во второго поколения. Я могу так сказать, наверное, как и Audi, да, вот эти Infiniti, кепки и ботинки, кстати говоря, стареют меньше всего. Потому что вот на самом деле понять, какого года автомобиль, очень и очень сложно. Но если только вы... Тот же самый X5 и Porsche, с самых первых кузовов, они уже просто не актуальны. Не актуальны, согласен, согласен. Автомобиль актуален до сих пор. Да. Короче, все. 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 Ну давай, брат. Все, давай. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Давай, Карибам привет. Пока. Если хотите стать героем главным. Да я это уже сказал. Куда писать? Нет, а как мы у него 500 рублей заберем? Брат, дай сейчас пятерку, мы на 10 выездов. Давай сразу пять, и все, и мы разошлись. А и на 10 выездов тебе это самое. Все, вырубай, Сеня. Он за пятеркой полез. Легендарное синтетическое масло Матюль 800. Каждому свой Матюль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова